И так, ну что ж, Ариа Рума и маленькие любители покушать и всего того, что покрыто камнем у микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и это великолепная сборочка Майнкрафт Стонблок 3. За кадром, как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие маломальские изменения. Начнем, пожалуй, с того, что я здесь себе, вот в этой нашей части базы, решил целиком и полностью отказаться от курей, кроме тех, которые способны нам производить яйца без ЕМЦ. А остальные же полезные материалы я запихнул себе вот в такие вот компактные рефин от ЕМЦ-линки. Здесь у нас хранится по факту бесконечное количество предметов за крохи ЕМЦ, которые мы можем здесь покупать, и теперь они успешно помещены в наше компактное хранилище, и я теперь эти предметы могу брать абсолютно из любой части нашего мира. За кадром также я сделаю себе еще одну компактную машину, давайте в нее зайдем. И что же здесь происходит? По факту это ничем не отличается от той машины, что была ранее, которая нам производила флаксовую пыль, но я решил от нее отказаться только потому, что по факту эту флаксовую пыль мы можем добывать при помощи ЕМЦ. А вот эти же предметы с помощью ЕЦ добывать у нас не выйдет. Здесь у нас стоят блоки для строительства эмеральдов, то есть в какое-то количество тиков у них здесь вырастают кластеры с этими самыми эмеральдами, и благодаря деструкторам эти кластеры собираются. В каждом из деструкторов у нас размещены модули на шелковое касание и на скорость, а также фильтр на тот предмет, который они должны добывать. Все у нас по проводам идет небольшую ЕМЦ-сеть, и эти самые эмеральные кластеры попадают в наш сундук, из сундука уже на нашу самую базу. Самое сложное из этой всей системы было найти модуль на шелковое касание, а в нем же самое сложное, как ни странно, это зачарованная книга на шелковое касание. Эту шелковую книгу я очень долго пытался найти, и мне очень сильно помог вот этот вот житель, который у меня здесь есть. На самом деле, как я выяснил уже потом, на этой сборочке отключена возможность вылечивания зомби-жителей, как бы я не хотел этого, но хорошо, что у меня здесь есть жители, у которых я могу покупать предметы, например, книжки на шелковое касание, и мне невероятно повезло, что у него их две, и я теперь могу крафтить модули на шелковое касание в безграничном объеме. Этот же житель мне попался, по-моему, в одном из пещер, когда я открывал себе лаки-блоки, и то есть здесь заспавнило строение, можно здесь видеть кровати, где сидят жители, и там они успешно существуют. Одного из них я себе судаскому унизил, и теперь он мой личный торговец. Вот эти классеры теперь у меня здесь успешно существуют, и на самом деле они, мне как ни странно, также нужны для создания сингулярностей, опять-таки из которой крафтятся наши бесконечные каталисты. Очень полезная вещь, пожалуй, она здесь будет храниться, и я ее когда-нибудь обязательно буду использовать. Но в этой же серии, как я и говорил ранее, я с вами хочу заняться модом Blood Magica. Если честно, я в душе не знаю всех подробностей игры с этой модификацией, и что нам предстоит, так что для меня это будет большой загадкой, и я надеюсь, мы вместе с вами сможем распахать этот мод без особых проблем. А также, я надеюсь, мне очень сильно будет помогать эта линейка квестов, которая здесь. Первое, что нам здесь предлагается скрафтить, это вот такой вот нож, который по факту я получал в гигантских количествах из лутбеков, а также кровавый алтарь. Для его создания у нас уже все давным-давно готово, и мы без особых проблем этот кровавый алтарь себе сделаем. Теперь давайте его где-нибудь, пожалуй, вот здесь вот разместим, на небольшом возвышении, так как я уверен, по-любому его нужно будет потом перемещать куда-нибудь, и пока он будет здесь существовать. Ну а дальше нам предлагается здесь сделать кучу блоков из этой модификации, и начать, пожалуй, нужно с рун. Допустим, Black Slate делается достаточно легко, а также нужен и самый, по-моему, простой здесь орб из алмаза. То есть мне понадобится один алмазик, его я должен сюда разместить, и здесь у нас должна быть заполнена кровь. Но пока что единственный способ, как заполнить эту кровь, это дамажение самого себя, то есть буду резать себя вот этим вещом и заполнять, как ни странно, вот этот алтарь. Никаких проблем у нас не возникнет благодаря вот этому лайфстоуну и, соответственно, чизплейту, который поможет мне регенерировать здоровье в безумных масштабах. Останется только подождать, когда алмаз у нас сможет превратиться. Ну вот у нас алмаз уже и превратился, и мы получили с вами орб. Следом, получается, мы сможем следующий уже получить орба, но для этого нужно построить алтарь второго уровня. Как это сделать, я пока что не особо знаю, но обязательно, я думаю, нам потом расскажут. Надо сделать слейты, то есть нужно поместить любой камень сюда и поместить тоже тысячу крови. Ну давайте немножечко камня возьмем, попробуем сделать эти самые слейты. Не знаю, сколько нам понадобится, но идет это очень небыстро. Вот у нас первый слейт, пожалуй, пока что один у нас и останется. Дальше я хочу сделать себе немножечко рун, для того, чтобы попробовать организовать себе алтарь второго уровня. Для этого нужно просто простой крафт выложить, и все у нас уже крафтится. Упирается, как я понимаю, все только в нехватку самих рун, которые делаются очень небыстро. Соответственно, эти руны при установке на алтарь будут иметь необходимые улучшения. Например, руна скорости, руна орбов, руна зарядки. Короче, непонятно, что это такое, но в общем, дико интересно. Но я пока продолжу создавать вот эти вот руны вручную. Неожиданно, я не знаю откуда, возможно, при лутании данжей у меня есть, оказывается, руны. Я только сейчас об этом узнал. Их прекрасно мы можем использовать сейчас для создания этого алтаря. Единственное, что я знаю, для того, чтобы создать алтарь второго уровня, нужно разместить руну вот таким вот образом. И у нас должен появиться алтарь второго уровня. Только я не уверен, что он получился у нас или не получился. Но в общем сложности он должен был создаться для проверки. Можно взять блок Редстоуна и, как ни странно, он пошел создаваться. А значит, у нас создался все-таки успешно кровавый алтарь второго уровня. И вот у нас получается вторая орба. Давайте ее соединим сейчас с собой. И поставим немножечко на зарядочку. Также для того, чтобы мне было легче разбираться с этим модом, я скрасил себе здесь книжечку. Как раз из-за мода Blood Magic. И как раз мне нужно будет посмотреть, как сделать сейчас мне улучшение до следующего уровня алтаря. Только нужно найти, где это можно сделать. Здесь как раз нам описывается второй уровень алтаря. И вот он как раз третий уровень алтаря, который можем здесь себе визуализировать. Допустим, где-нибудь вот здесь вот себе разместить. И вот она наша структура. И здесь нам показывается, какие блоки здесь должны быть размещены. И какие должны быть здесь блоки размещены. И в общем, все для того, чтобы нормально работал наш алтарь. Я сразу хочу попробовать здесь нормально автоматизировать структуру, в том плане, что попробовать здесь разместить ME-сеть. Как мне кажется, это будет работать гораздо легче. Только для этого всего лишь мне потребуется вон туда провести кабеля. Я, с одной стороны, понимаю, что это немножко некрасиво, но с другой стороны, вообще, кого это должно волновать? Тем более, что это очень временный вариант нашего размещения. Так, получается, мы создали здесь крафтер, и, получается, нужен импортер, который бы забирал все предметы у нас из этого алтаря. Осталось лишь сюда попробовать разместить какой-нибудь рецепт для крафта. Пробуем разместить вот такой вот рецепт, и, допустим, я хочу себе 64 бланка заказать, они должны сюда помещаться, и что-то как-то не очень эффективно они отсюда высовываются. Видимо, просто мне нужно здесь вот размещать фильтр на нужную работу. И вот теперь это точно работает, и он у нас, камень, уже перерабатывается, и как только он переработается, у нас все замечательно будет работать. Мне же, со своей стороны, останется только здесь размещать необходимые нам блоки. Ну и, конечно же, не нужно забывать о том, что этот алтарь нужно подпитывать, ведь он, как ни странно, очень много крови этой самой жрет. И вот структура завершена. Вот эти блоки тоже непонятно, откуда у меня взялись, и зачем они здесь стоят, но, тем не менее, они у меня здесь существуют, и структура у нас второго уровня завершена. Пока что временно я себе, наверное, вот этот крафт отменю, за ненадобностью. Он слишком уж много крови жрет, и должен накопить достаточное количество крови для того, чтобы сделать орбы следующего уровня. Так, и получается, для создания следующего уровня нам понадобится 25 литров крови, а у меня здесь вместимость 9. То есть, получается, я должен некоторые руны заменить для того, чтобы у нас алтарь способен был вмещать большее количество жидкости. Если бы я знал только, какие руны на что влияют, было бы вообще замечательно. Я, походу, начал разбираться немножечко, как работает эта модификация. Вот эти вот желтые руны, которые здесь у меня стоят, нацелены на то, чтобы получать большее количество крови, тогда, когда я сам себя, получается, вот этим вот ножом дамажу, и эта самая кровь будет в больших объемах сюда помещаться. По крайней мере, должна. А сюда же, на эту сторону, я хочу разместить руну вместительности. А для этого нужно сделать, как ни странно, слейд третьего уровня, каждый из которых требует 5000 крови. Для этого нужно сделать слейд второго уровня сначала, и из него сделать первого уровня. Самое тяжелое, что это делается на третьем уровне алтаря. Для этого, как ни странно, нужно хоть каким-нибудь образом завершить вот эту вот структуру, чтобы она начала работать. И теперь у меня ничего другого не остается, как переделать пять вот этих вот рун в рун пятого тира, для того, чтобы увеличить количество вместимости на алтаре. Сейчас будет мне с этим легче, ведь у меня сейчас стоят вот эти вот руны собственного жертвоприношения, которые увеличивают у меня кровь за мои собственные удары. Сейчас себе за удар я, получается, приношу 3 милибакета. В принципе, это нормально, я думаю, пока что этого хватит, но, пожалуй, еще вот эту вот линию рун скорости я уберу отсюда в пользу рун собственного жертвоприношения. У меня все готово. Руны вместительности я сделал. Размещаю их сюда, и смотрим, сколько у меня сейчас вместимость на алтаре. И, по идее, да, я вижу, что она сильно увеличилась. Теперь главный вопрос, будет ли у меня здесь 25 ведер, которые мне необходимы? К сожалению, не хватает. Здесь всего 20, получается, у нас ведер, да? Но я надеюсь, что мне хватит здесь собственной крови, для того, чтобы в случае чего восполнять всю ту кровь, которая будет уходить у нас на зарядку. Давайте здесь все-таки себе пробуем разместить вот этот вот золотой блок, по-моему, который нам необходим. Размещаем. Кровь у нас пошла убывать, ну а я ее пошел восполнять. И да, успешно у нас это получилось. Забираем вот этот вот синенький себе орбик. Даже выполняем квест, но тут есть еще выше уровня алтаря. Но я думаю, что в этом пока что мне нет никакой необходимости абсолютно. Если честно, я пока что не до конца продумал систему с МЕ-сетью, как сделать нормальную автоматизацию создания бланк-паттернов. Потому что вот этот вот алтарь очень сильно не хочет нормально работать с МЕ-сетью и просто выдает все свои предметы. И как забирать отсюда только тот предмет, который мне необходим, я пока что до этого не допетрил. Ну, но обязательно, когда допетрил, возможно, к следующей серии мы с вами эту штуку и сделаем. Дальше я хочу попробовать все-таки себе создать вот этот вот меч, который будет у нас дамажить всех, кто находится поблизости из этой модификации. Но не для того, чтобы убивать отсюда мобов. Он мне понадобится немножко с другой стелью. Здесь также я могу себе сделать вот этот вот алтарь благовоний. Для этого нужен древесный уголь, которого опять, как всегда, у меня нет. Но ничего, это можно быстро исправить. Уголь у меня появился и алтарь благовоний я успешно здесь создаю. Дальше я его, по идее, должен разместить здесь в любом месте. И вот у нас наш, получается, жертвенный ночь. Поменял немножечко оттенок. И как только я себя им режу, этот алтарь благовоний снимает все у меня сердца, которые здесь только у меня есть. Благодаря чему заполнение алтаря в теории должно идти гораздо быстрее. Ну а дальше для продвижения в модификации мне предлагается сделать алхимический стол. Давайте где-нибудь, пожалуй, его вот здесь вот мы разместим. В нем мне нужно выложить вот такой вот рецепт. Нужно пыль, порох, уголь и редстоун. Готово. Я его здесь выкладываю. Кладу сюда любой орб, который только у меня имеется. И у нас пошло создание. По результатам создания я получаю здесь себе пепел. По нему кликаю редстоуном. И по нему я кликаю, получается, пустым бланком, как здесь написано. Для того, чтобы создать этот сигил. Конечно, у нас тут все крутится, вращается и создается. Но самое главное, это получение вот этого сигила. Который должен нам показывать в верхнем левом углу экрана уровень нашего текущего алтаря и количество жидкости, которое в нем вмещается. Очень полезный предмет, спасибо и на том. Но когда же мы создали алтарь третьего уровня, у нас открывается, по идее, возможность вместе с вами создания ритуалов. И как раз вот эти самые ритуалы. И мне понадобится здесь создать мастер камень. Камни ритуалов, все четыре маркера, пробужденный камень лавы. И у нас, получается, все готово. Кроме вот этих разных элементов. Воздух, огонь, вода и земля. Также, по идее, я могу из всех четырех сделать ритуальную палочку, объединяющую все четыре элементальных фломастера. Дальше мне для прохождения понадобится создать Hellfire Forge, где будут также у нас происходить часть ритуалов. Но прежде чем все это делать, конечно же, я хотел бы увеличить еще себе немножечко алтарь до максимального, возможно, уровня. Если не получится, то хотя бы до предпоследнего. Чтобы точно иметь стопроцентную вероятность использовать все предметы из-за этих модификаций. Для этого придется немножечко сейчас хитрить. И мудрить, возможно. Но что-то мне подсказывает, что для этого понадобится гигантское количество вот этих рум первого уровня, да и второго тоже. Но сейчас будем постепенно это все создавать. И процесс этот будет явно не быстрый. Как я смотрю, мне ничего вообще не мешает для его создания, кроме каких-то вот этих красных непонятных блоков. Вот, получается, необходимый крафт для его создания. А для пробужденного кровавого камня нужен какой-то алхимический реактор. Ну, в принципе, достаточно вроде выглядит легко, но как будет на самом деле непонятно. Нужно сейчас для начала нафармить все необходимые ресурсы, а только уже после этого переходить к крафту. Дальше, получается, для продвижения нам потребуется немножечко манипуляций. Потребуется сделать парочку таких усул с шарном, то есть соединятелей душ. И нужно отправляться на поиски каких-нибудь мобов. Вот, в принципе, скелет, которого мы искали. Думаю, подойдет. Да, любой из этих мобов подойдет. Мы кидаем в него эту ниточку. Он должен закрутиться партиклами и убиваем. Должны были получить предмет, но, видимо, что-то не получилось. Давайте попробуем еще раз с другим мобом. Так, привет, скелет. Кидаем в тебя вот эту ниточку. Он закрутился партиклами и убиваем. Получаем как раз эту самую душу, которая нам нужна. Но я так понимаю, мне нужно их чуточку побольше. Так что мне потребуется еще кого-нибудь доубить здесь. Привет, Крипер. Сработало. И нам повезло. У нас две души с разной степенью вместительности. Но в среднем у нас по 4 единицы, получается, какого-то элемента души. Так как мы это себе заполучили, мы можем успешно отправляться домой. И дальше пытаться разбираться с этой модификацией. Я так понимаю, у меня сейчас потребуется кузня души, для того, чтобы продолжить все эти исхищрения. Здесь мне понадобится скрасить вот такой вот меч. Для этого потребуется осколок души, который крафтится из 4 ингредиентов, но достаточно легких. Сейчас мы их себе заполучим. Все предметы размещены. Сейчас мы помещаем вот в этот элемент душу моба, которую мы здесь с вами заполучили. И у нас создается осколок души. А для того, чтобы сделать необходимый меч, потребуется этот осколок, плюс обычный железный меч. Совмещаем, пошел процесс крафта, и создается меч. При убийстве мобов, они сами будут заключаться в эти души, без нашей помощи. Но для того, чтобы все это начало еще раз работать, мне потребуется еще один такой гем. Его я держу в руке. Эти души я выкидываю и подбираю вместе с вмещенным гемом, благодаря чему все души помещаются прямиком в него. И его нам нужно улучшить до определенного уровня. У них этих уровней здесь есть очень много, но потребуется нам всего лишь несколько. Целью моих сборок сейчас будет создание вот такого вот гема, который крафтится из предыдущих уровней. Но сейчас, я надеюсь, это будет достаточно легко. Я немножечко подзарядил наш гем, а значит мы можем создавать гем более хорошего уровня. Размещаю все необходимые ингредиенты. Процесс создания пошел. Получаем гем следующего уровня. И для следующего уровня у нас тоже должно быть все готово. И я создаю наконец-то вот этот вот необходимый нам уровень гема. И теперь нам нужно всего лишь 350 душ, чтобы сделать вот эти вот ножнички. Жесть, конечно. Я вот эти 240 или нафармил, а тут 350. Ну ладно, сейчас будем фармить. Вот она рыба моей мечты. Они скрафтились наконец-то. Достаточно мне это усилие стоило для того, чтобы просто сделать эти ножницы. Жесть, а не крафт? Ну ладно. Для того, чтобы сделать кровавый шард, нам нужен мастер орб. А это четвертый уровень алтаря. То есть для того, чтобы сделать четвертый уровень алтаря, нам нужно сделать четвертый уровень алтаря. По-моему, все сходится. Может быть вот эти вот ягодки получится использовать, если мы их найдем. Ну и как я понимаю, для того, чтобы сделать нам алтарь четвертого уровня, как ни странно, нам потребуются ягодки из этого мода. А для ягодок нужно отправиться в данж. Как ни странно, тоже из этого мода. Ну а этим и многим другим мы будем заниматься уже в следующей серии. В таком случае, всем спасибо, что смотрели. У микрофона был как всегда Ваш покожий слуга Маморо Еще услышимся